Спонсор выпуска новостей – кредитный потребительский кооператив «Надёжные сбережения». Сынок, не найдёшь ничего. Все деньги храним в надёжных сбережениях. Сберегательная программа «Пенсионные». Ставка 11,7% годовых. Звоните 99-01-36. Саратовским школам закупили больше полусотни автобусов. Об этом и многом другом поговорим в выпуске. Время новостей на телеканале «Саратов-24». В студии Полина Попенец. Здравствуйте. И вот ещё о чём пойдёт речь. Получили компенсацию. Мы сделаем всё, чтобы у нас не было обманутых дольщиков. Обманутым дольщикам возвращают деньги за квартиры, которые они так и не увидели. Обновили автопарк. Уникальный комплекс – это Панерка. Таких всего три в России. На театральной площади пожарные спасатели показали новую спецтехнику. Новые жалобы от телезрителей. О проблемах саратовцев расскажем в рубрике «Народная приёмная». Какая температура за окном будет в субботу, 14 декабря, на святого пророка Наума? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохацкий. Дождитесь. Первыми получат деньги. Дольщики семи долгостроев в Саратове уже могут забрать денежную компенсацию. Вместо того, чтобы дожидаться окончания строительства домов. Среди них и брошенная многоэтажка на втором совхозном проезде. На этой неделе некоторые владельцы квартир в этом доме уже получили деньги. Анна Заболуева узнала, какие ещё изменения ждут обманутых дольщиков. Сказали, что будет сдаваться на следующий год. Любовь Маслова – обманутый дольщик. Несколько лет назад она купила квартиру в строящемся доме на втором совхозном проезде. Её семья хотела, чтобы там жил сын, когда вырастет. Новоселье до сих пор не отметили, стройку заморозили. Любовь решила воспользоваться денежной компенсацией. Когда я узнала, что компенсации будут выдавать, я обрадовалась. Буквально 6 декабря я подала заявление, а 9 пришла смс о том, что на счёт поступили деньги. Спасибо огромное Вячеславу Володину за это. Проблема обманутых дольщиков решается в регионе уже несколько лет. Многие недостроенные многоэтажки Саратова взяли на контроль в правительстве. Сейчас начали выплачивать денежную компенсацию взамен квадратных метров. Дольщики сами могут решить, ждать, когда достроят их дом или получить деньги. Стало это возможным благодаря инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Понятно, что у людей много вопросов, какой налог удержать с выплатой, что будет с использованным материнским капиталом. У них много непонимания пока. Люди испуганы, жалуются, что не находят поддержки у местных чиновников, что те даже умудряются строить им припоны. Совершенно справедливо граждане жалуются. Они уже мало кому и чему верят. Их уже не раз обманывали. В том числе те, кто по долгу службы обязан помогать и отставить интересы людей. Напомним, 900 обманутых дольщиков смогут получить денежную компенсацию за недостроенные квартиры. Воспользоваться ими люди смогут уже в этом году. Полученные выплаты в среднем на 25% превышают стоимость жилья. Как отмечают специалисты, с момента приема заявления по закону, на выплату компенсации отводится не более 10 рабочих дней. Мы сделаем все, чтобы у нас не было обманутых дольщиков. В течение следующих двух лет мы постараемся обнулить эту проблему. Одним словом, 19 домов у нас в программу вошли Дом РФ, а это финансировано за счет федерального бюджета. Кстати, на днях по инициативе Володина были приняты изменения в налоговый кодекс. В третьем окончательном чтении депутаты Госдумы одобрили поправки спикера. И теперь обманутые дольщики, которые воспользуются денежной компенсацией, освобождаются от подоходного налога. Люди не должны будут отдавать 13% при получении денег. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24. За год в регионе произошло 7 чрезвычайных ситуаций, больше 130 происшествий, в результате которых пострадали 288 человек. Экстренные службы боролись со снежными заносами, паводком, пожарами. В правительстве на этой неделе подвели итоги оперативной работы. Об этом и других событиях в нашей рубрике. Слово Натальи Куличенковой, начальнику пресс-службы областного управления МЧС. Спасибо, Полина. Действительно, итоги деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций подведены. Задачи на 2020 год поставлены. В Саратове прошел областной учебно-методический сбор. Присутствовали главы районов, руководители министерств, ведомств, организаций. Была представлена техника, которая поступила на вооружение области в 2019 году. Автоцесерны, автолестницы, лесопатрульные комплексы, тяжелая техника. Все подробности расскажет Роман Базан. Это вот вся новая техника. На театральной площади осмотр техники, предназначенной для пожарных и спасателей. Автолестницы, цистерны, рукавные автомобили. Всего более 30 новинок. Они поступили в Саратов в этом году. Свой автопарк обновили и правоохранители. Им поступили передвижной узел связи и специальный бронированный автомобиль. Для сотрудников специальных служб закупили две машины, которых во всей стране по пальцам пересчитать. Аварийно-спасательная машина, значит, у нас, скажем так, она одна единственная опытный образец в Российской Федерации. Это на базе автомобиля «Увас Патриот». Оборудована аварийно-спасательным инструментом, необходимым оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожных транспортных происшествий. Также в главное управление поступил уникальный комплекс. Это Панерка. Таких всего три в России. Сразу после театральной площади огнеборцы отправились в правительство. Здесь подвели итоги работы управления МЧС. По словам сотрудников ведомства, в городе продолжают выгорать небольшие дома. Каждый пятый пожар в этом году был именно в частных секторах. Наибольшее количество пожаров приходится в жилом секторе. Анализ показывает, что наиболее тяжелые последствия происходят в домах с низкой устойчивостью. В связи с неисправностью печного отопления и электрохозяйства. Также в домах, где проживают семьи с невысоким социальным статусом. Необходимо отметить, что почти 50% погибших на пожарах находились в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, в этом году произошло 4 пожара с гибелью 7 детей. Рассказали пожарные и о статистике. Помимо Саратова есть 5 районов, где возгорания происходят чаще обычного. Лысые горы, Ртищевый и Маркс. Калининский, Вольск. В этих городах больше шансов погибнуть от огня. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24. В регионе орудуют мошенники. Навязывают услуги по оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями. По закону в обязательном порядке необходимо оснащать системами противопожарной защиты квартиры в новостройках. Но подчеркиваю, это обязанность застройщика. Что касается ненавостроек, оборудование квартир осуществляется исключительно в добровольном порядке. При приобретении этой продукции проверьте, есть ли документы, подтверждающие соответствие, имеется ли маркировка. Будьте внимательны, не дайте себя обмануть. Новая информация уже через неделю. Спасибо, Наталья. Начальник пресс-службы регионального управления МЧС рассказала о чрезвычайных событиях за неделю. Ни школ, ни поликлиник в Саратове продолжают обсуждать проблемы комплексной застройки. В городе возводят квадратные метры, однако инфраструктура появляется не сразу. Жители микрорайонов вынуждены оббивать пороги и просить федеральных депутатов изменить ситуацию. Павел Фитилев узнал, почему раньше таких проблем не было. Кировский район Саратова. Дома по улице Еремина и Кузнецова. Стройки ведутся по всей округе. Правда, возводят только жилье. Ни детских садов, ни школ в этом квадрате нет. Из всей инфраструктуры только храм и детская площадка. Ну, здесь, наверное, 10 детских садов, наверное, и надо. Ирина Макрушева живет в новом микрорайоне поселка Солнечный четвертый год. По словам женщины, с социальными объектами в округе беда. Садиков и школ не хватает. Так же, как и поликлиники. С поликлиниками беда. Потому что они чаще обращаются, приходится в платную поликлинику. Поликлиника 19 детская в Солнечном. Там и Ленинский весь район, и уже Кировский. Это я точно знаю, потому что они обращались к специалисту, к лору. Лору вообще в поликлинике не было. И в основном приходится в платную обращаться. В паре километров от новостроек старая часть Солнечного. Ее возвели еще в конце 80-х. Это образец правильной комплексной застройки. Детские сады, школы и поликлиники в шаговой доступности. Мы 20 лет приехали там назад. У меня дети уже были в третьем классе. Мы сразу пошли в школу в 63-ю и все. А это мои внуки. Внуки пошли в садик вот в этот. Ну, в школу. Ну, здесь у нас, вот в нашем, вот здесь в нашем районе. Нормально. А вот подальше туда вы пройдите, в Кировский район. Там школы нет. Пересмотреть местную строительную политику предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ему рассказали, что строители отдавали часть квартир региональным чиновникам. За это с них не требовали ни садиков, ни школ, ни поликлиник. По условиям договора область у них забирает 10% жилья. Это 23,4 тысячи квадратных метров. Но при этом не решен вопрос школы, детские поликлиники, садика. Школа такая, как Аврора. Это 20 тысяч квадратных метров. Никто не мешает в договор записать строительство школы. Вячеслав Викторович Володин по этому поводу выступал. Он абсолютно правильно выступал. То есть этот вопрос комплексной застройки, он упущен. О комплексной застройке он знает много. Николай Кузьмин – бывший директор «Рефлектора». Раньше заводы сами обеспечивали рабочих жильем и инфраструктурой. Говорит, даже про газетные киоски не забывали. Построить свечку очень большую. И при этом никто не думает, а под эту свечку большую, какая вокруг есть инфраструктура. Что есть рядом? Ничего нет рядом. И тот, кто застраивает эту площадку, он за это ответственность не несет. Потому что мы, когда строили, нам обязательно, так сказать, выдавал город тех заданий, что при этом должно быть. Накануне областные депутаты уже начали пытаться переписать правила застройки. А вот что происходило с квартирами и спальных районов, которые отдавали чиновникам, теперь будут разбираться силовики. Об этом рассказал Николай Панков. Депутат Госдумы не исключил для представителей областной власти самых печальных последствий. Павел Фитилев, Олег Беряков, Саратов-24. На учебу в комфорте. На театральной площади раздали новую технику. Саратовским школьникам закупили более полусотни автобусов. Ключи от машин вручил губернатор. Всего в регионе более 300 учреждений, куда на уроки детей приходится доставлять. Во многих районах транспорт уже отъездил свое и отвечал нормам. Теперь проблему решили. Всего же за последние три года было закуплено порядка 400 новых школьных автобусов. И в ближайшем будущем поставки еще будут, заявили сегодня чиновники. С учетом оптимизации малокомплектных школ в самое ближайшее время нам еще более 100 автомобилей потребуется. Так, чтобы вы были в курсе. Поэтому сегодня мы решаем проблему нормативную. Все 376 автобусов сегодня, которые есть на территории области, работают. И сейчас получаем еще 58. С повестки дня снимаем тему. У нас ни одного нет ненормативного автомобиля. Далее прогноз погоды от Александра Новохадского. А затем мы продолжим знакомить вас с новостями. Субтитры делал DimaTorzok или ремонт. 16 лет нам доверяют. Просто, выгодно, надежно. Заботимся о будущем вместе. Ваш гарант кредит. Здравствуйте. 7 января ДК России в исполнении солистов легендарных Ви, Ариэль, Синяя птица, Добрый молодцы и других прозвучат любимые песни «Пробуждай воспоминания о первой любви нашей молодости». Есть примета. Как проведешь Рождество, таким будет весь год. Так создайте себе хорошее настроение. Приходите. Телефон 915445. Ну а в субботу 14 декабря на святого пророка Наума в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове переменная облачность. Кое-где возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный 3,6 метра в секунду. Днем до минус двух, а ночью до минус девяти. Партнер прогноза погоды «Мягкая мебель» Комфорт Плюс Энгельс. Подпишитесь на инстаграм «Комфорт Плюс», нижнее подчеркивание «Энгельс» и получите скидку. Адрес улица Марина Росковой, дом 9, второй этаж. В Саратове-Энгельсе порывистый ветер и морозец. Температура днем до двух градусов, а ночью до четырех ниже нуля. Атмосферное давление около 762 миллиметров в ртутную столба. Подмечено, если собачий лай слышен глухо, это к снегопаду. А в «Мелодии сна» проходит акция «20-20». Скидки до 50% на 20 матрасов и 20 кроватей. Всем всего доброго, берегите себя, до встречи. Успейте купить матрасы и кровати в «Мелодии сна» в предновогодней акции «20-20». Только в декабре уникальные цены на 20 самых популярных матрасов и 20 кроватей «Мелодии сна» со скидкой до 50%. «Мелодия сна» – яркие эмоции, здоровый сон. Мы продолжаем знакомить вас с новостями. Для жителей будет лучше, так объяснил свою отставку уже экс-губернатор Иркутской области. Напомню, что с лета этого года Сергея Левченко сильно критиковали СМИ в связи с работой по ликвидации последствий наводнения. Из-за чего погибли 26 человек, 38 тысяч пострадали и около 100 населенных пунктов оказались в зоне затопления. Отставку чиновника приняли и назначили временно исполняющего обязанности Игоря Кобзева. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». В Москве, в районе Чертаново, горел склад тканей. Площадь пожара составила около 3000 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС. Внутри помещения взрывались газовые баллоны. Произошло несколько обрушений. Пострадал один пожарный. К ликвидации огня привлекли еще и два вертолета. Также на месте работали специалисты передвижной лаборатории. Следили за уровнем вредных частиц продуктов горения. Со склада эвакуировали около 40 человек. Пожар потушили через 4 часа. В Нижнем Новгороде осудили пенсионерку. Женщину привлекли к уголовной ответственности за незаконное культивирование растений. Суд назначил ей наказание в виде условного срока на 8 месяцев. По словам Александры Сироткиной, мак на огороде у нее растет всю жизнь, как сорняк. Бабушка кормила им гусей и косы и немного посыпала выпечку. Женщина недоумевает, что могло не понравиться участковому. В защиту особо опасной выступают и соседи. Мак растет почти на каждом огороде в поселке. Новогоднюю елку спилили в Богородском лесничестве Можайского городского округа. Дерево украсит сердце столицы – соборную площадь Московского Кремля. Название главной елки страны претендовали 12 деревьев, выращенных в Подмосковье. Выбор остановили на дереве высотой в 25 метров, а размах ветвей еле 6 метров. Возраст дерева – 90 лет. 15 декабря елку отправят автопоездом в Москву. Жаловаться можно. Продолжает работать народная приемная «Саратов-24». О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире. А полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Ко мне присоединяется дежурный народной приемной. На этой неделе это Роман Базан. Здравствуй, Ром. Расскажи, на что жаловались телезрители. Здравствуй, Полина. Неделю назад жильцы многоквартирного дома номер 9А, что на Исаева, жаловались на антисанитарию в подвале. Его, по словам людей, затопило фекалиями. Управляющая компания бездействовала. На этой неделе чиновники администрации Волжского района написали нам в редакцию, что работники управдома все же откачали стоки, а подвал обработали химией. Как в тумане, жильцы дома номер 15 по улице проспект Строителей пожаловались на пар в подъезде. Люди обратились к коммунальщикам. Там объяснили, что случилась авария на теплотрассе. По словам Екатерины Толстыгиной, аварию устранили только на пятые сутки. А вот жители поселка Красный Текстильщик пожаловались на то, что в местной больнице отрезали воду. Рабочий персонал вынужден был таскать ее в бутылках на работу. Какие еще жалобы к нам поступали? Остались без окон. Саратовцы рассказали о мошенниках. По словам людей в городе, орудует фирма по установке пластиковых блоков. Многие заключили договоры с компанией, но сидят до сих пор без этих окон. По словам саратовцев, представители фирмы вот-вот станут банкротами. Их офисы закрываются по всей стране. А вот свои услуги работники так и не выполнили. Спасибо. Дежурный народной приемной «Саратов-24» Роман Базан рассказал о жалобах, которые поступили на этой неделе. Полный отчет о них читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новые обращения. И если есть возможность их проиллюстрировать, мы будем только рады. В зале только леди. В Саратове прошел форум женского предпринимательства. На площадке обсуждали идеи и проекты по развитию бизнеса. В наш город приехали представители разных регионов России. Начинающим бизнес-леди преподали урок и организовали мастер-классы. Рано уж Шагинян узнала, сколько девушек в Саратове хотят начать свое дело. Стать успешной бизнес-леди – задача не из легких. Поэтому на форуме «Женское предпринимательство» десятки успешных примеров. Одни женщины-предприниматели пришли поделиться опытом, другие – получить знания. По словам организаторов, такая межрегиональная конференция проводится в нашем городе впервые. Однозначно первая цель – это нетворкинг, сплотить женское сообщество. Вторая цель – мы живем в изменяющемся мире, вторая цель – это образовательная. Дать как можно больше знаний о том, что происходит с поддержкой бизнеса, что происходит в мире бизнеса, какие последние тренды, как превратить хобби в профессию. Мероприятие проходит в рамках национального проекта при поддержке малого и среднего бизнеса. Для участников подготовили выставки, модельные показы и мастер-классы. Елена Переверзева – успешный предприниматель. Она посоветовала начинающим бизнес-леди, как преодолевать стресс на работе. На этой секции будут потрясающие психологи города Саратова, молодые женщины, которые расскажут, ну как же находить женский ресурс. Я считаю, что вот такие мероприятия, они очень сплачивают и объединяют женское бизнес-сообщество Саратова. Саратова и дают нам дополнительный ресурс, окрыляют нас к новым свершениям. Мы замечены, мы важны, и это, конечно, для нас большая поддержка. Сосредоточены все меры государственной поддержки, вся инфраструктура. Это более 90 государственных муниципальных услуг, 86 услуг инфраструктуры. И можно поэтапно, начиная от своей бизнес-идеи до финансирования, и даже затем уже можно получить поддержку, центр поддержки и экспорта, получить все эти меры системно на основе режима одного окна. По словам специалистов, за последние два года больше 20% граждан, которые решили начать свое дело, были женщины. И у них есть все шансы, чтобы их бизнес процветал. Ведь в нашем регионе идет активная поддержка начинающих и действующих предпринимателей на государственном уровне. Рануша Генян, Олег Буланов, Саратов, 24. Не берет денег с клиентов речь о новом герое проекта «Люди толка». В этот раз им стал директор Союза застройщиков Алексей Сидиков. Как объяснил мужчина, его бизнес помогает людям, которые хотят приобрести жилье в новостройках. Поиск, покупка и оформление документации. Суть в том, что все услуги сотрудники предоставляют на бесплатной основе. Подробности смотрите на телеканале «Саратов-24». Премьера выпуска пройдет в понедельник в 15.45. В интервью уже рассказано все, что необходимо на первом этапе понимать любому человеку, которому хочется что-то приобрести в плане нового жилья. Что это за сегмент, какие у него конкуренты, как он себя чувствует в этом конкурентном поле, вообще в этом городе. Просто почувствовать его энергетику. Вот то, ради чего имеет смысл смотреть интервью. И вообще любое интервью на YouTube-канале «Люди толка». О главном к этому часу все. Еще больше новостей на сайте информационного агентства «Саратов-24». Я же с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова